как было установлено карман марксом развитие человечества происходит путем смены общественно экономических формаций марксом были вы выделены как известно 5 общественно экономических формаций первобытной общины рабовладельческая феодальная капиталистическая коммунистическая с переходной стадии социалистической смена формации происходит в результате объективного кризиса существующей формации именно такое состояние отмечается в современной общественно-экономической формации рассмотрим критическое состояние современной общественно-экономической формации настоящее время начавшийся в 2008 году мировой кризис разрастается и расширяется лавинообразно протестных выступлениях 2011 года уже приняли участие жители 950 городов в 80 странах. Одной из важных причин протестных настроений является резкое социально-экономическое расслоение общества. С одной стороны, высокий уровень безработицы, коррупция, и с другой стороны, резкое увеличение доходов управляющих компаний. Так, в Соединенных Штатах Америки, наряду с сильным уменьшением доли зарплат в стоимости продукции, общую сумму бонусов в 2010-2011 годах достигла ригорных 2,2 трлн долларов. По данным американских источников, в настоящее время член правления компаний в США за один час зарабатывает столько, сколько рядовой работник за год. Рядовой работник, работающий полный день и получающий минимальную зарплату, впервые в истории США не в состоянии оплатить аренду, однокомнатной квартиры. Уровень бедности сейчас в США 15%, максимальный за последние 52 года. Около 40% американцев получает сейчас с продовольственной карточкой. Это гораздо выше, чем во время ликой депрессии. Резкое расслоение отмечается также и в Германии. Так, если раньше член правления частной компании получал в 19 раз больше рядового сотрудника, сейчас в 44 раза. В государственной фирме этот разрыв увеличился с 11 до 87 раз. По данным технического университета Дрездена, 40% европейцев сейчас страдают психическими расстройствами. Быстро прогрессирующим Китае в карманах китайцев прибавилось денег, но жители страны, опасаясь нищеты, работают по 15 часов в сутки. За последние 10 лет от переутомления на работе умерло 12 миллионов китайцев. Много негативных аналогичных явлений отмечается в настоящее время и в России. Рассмотрим истинные причины мирового кризиса. Начающийся в 2008 году мировой кризис финансовый, как обычно, разразился неожиданно. Его истинные причины и способы выхода из кризиса до сих пор остаются большинству экономистов и государственных деятелей непонятными. При этом общепринято, что этот кризис финансовый. Однако еще в статьях 2002, 2003 и более поздних годов, а также в книге 2006 года, но и был опубликован прогноз приближения фундаментального кризиса мировой общественной системы в 2015-2025 годах. Это кризис очередной в истории человечества смены общественно-экономической формации. Указанный прогноз был сделан на основе открытого мной и опубликованного, начиная с 1975 года, всеобщего закона ускорения развития в неживой природе, в живой природе и в человеческом обществе. Согласно этому закону, как видно из таблицы, каждый следующий цикл развития короче предыдущего. Для количественного выражения степени ускорения введен коэффициент ускорения развития, который показывает во сколько раз следующий цикл развития короче предыдущего цикла. Как видно из этой таблицы? Коэффициент ускорения развития составляет, первое, в галактическом развитии 1,08, второе, в планетарном геологическом развитии 1,3, причем это выведено по различным параметрам. Третье, биологическое развитие 2,3, коэффициент ускорения развития. Четвертое, антропологическое 3, ровно, и общественное развитие 3,3, также это рассчитано по уровням цивилизации, общественно-экономической информации и по культуре. Таким образом, превосхождение от низшей галактической формы движения материи к высшей общественной форме, коэффициент ускорения развития увеличивается в три раза, с 1,08 до 3,3. Выявление закона ускорения развития, установление коэффициентов ускорения развития позволяет чисто арифметически рассчитывать длительность действующих циклов развития и определять даты перехода от действующего цикла к следующему циклу. Как известно, нет ничего практичнее, чем хорошей теории. Первый такой арифметический расчет был сделан при составлении упомянутой статьи 1975 года. Тогда по простому арифметическому расчету с использованием коэффициента ускорения развития для общественной формы движения 3,3 было установлено, что главенствующей тогда по численности населения в мире более 30 процентов социалистической формации закончится в период 1992-2002 годов. Этот прогноз оказался не очень логичным. Действительно, предыдущая история свидетельствовала о поступательном развитии социалистической системы. После Первой мировой войны одна социалистическая страна, после Второй мировой войны целая система социалистических стран на разных континентах почти треть населения земного шара. Но этот прогноз подтвердился. Когда сделанный на основе расчета первый прогноз о завершении социалистической системы подтвердился достаточно точно по той же формуле с использованием коэффициента ускорения развития для общественного развития 3,3, но и был сделан второй расчет, в результате которого было установлено, что существующие в развитых странах Соединенных Штатов Америки, ФРГ, Японии и другие общественно-экономические формации закончились в период 2015-2025 годов. Этот прогноз был опубликован в статьях 2002-2003-2006 годов, в книге 2006 года. Но на этот прогноз никто не обратил внимания. Когда же в 2008 году начался мировой финансовый кризис, я опубликовал на сайтах «Новые газеты», «Цевитас», в журнале государственного управления ресурсами и других средствах массовой информации предупреждение о том, что начавшийся финансовый кризис является только верхушкой айсберга, то есть началом прогнозируемого ранее фундаментального кризиса смены общественно-экономических формаций. Как совершенно справедливо указал известный журналист Вадим Белцерковский, главная причина мирового кризиса – глобализация. Действительно, при ней транснациональные фирмы вышли из-под регулирующего воздействия национальных правительств, так как начали работать в других странах – в Азии, в Африке, в других, где местные правительства не имеют рычагов воздействия на эти транснациональные компании. В результате на новом витке спирали развития произошел возврат к условиям раннего дикого капитализма, которым Карл Маркс писал. В 10% прибыли капитал становится активным, при 100% – агрессивным, а при 300% прибыли готов на любое преступление в мире даже под страхом веселицы. Действительно, сейчас в США 1% наиболее богатых людей владеют 30% от общего национального богатства, а 147 транснациональных компаний владеют 40% мирового богатства. В фундаментальность наступившего кризиса верит все больше людей. Так, на вопрос, верят ли вы в приближение второй волны кризиса, 87% россиян ответили «да». Объективная опасность смены общественно-экономических формаций. При анализе составшейся ситуации следует учесть, что смена формации – это объективный процесс. Если эта смена формации будет происходить как раньше стихийно буржуазной социалистической революции с кровопролитием и разрушениями, то век атомного и другого оружия массового уничтожения это может привести к гибели человеческой цивилизации. Если в буржуазную революцию погибли тысячи людей, в социалистическую революцию с гражданской войной пострадали миллионы людей, то сейчас число пострадавших может составить миллиарды людей, и человеческая цивилизация может погибнуть. В современных условиях совершенно очевидно, что спасение мировой цивилизации, в том числе России, в срочной разработке модели новой, грядущей в 2015-2025 годах общественно-экономической формации и в планомерном построении этой модели. Только тогда переход к новой формации может произойти достаточно эффективно, как строительство дома по архитектурному проекту, а главное – бескровно. Новая общественно-экономическая формация может получить преимущественное развитие, если она превосходит предыдущую, последующим параметрам. Первое – более высокие экономические показатели. Второе – более успешное решение социальных вопросов. Третье – оптимальный разрыв в доходах между различными слоями работников. Четвертое – принадлежность основной части населения к среднему классу. Пятое – решение проблем экологической безопасности. Шестое – решение демографических проблем. Седьмое – высокая нравственность людей. Вот это очень сложная задача. Жизнь показывает, что от природы и воспитания полностью нравственные людьми, которые при любых условиях будут так поступать, является всего 5-10% населения. Абсолютно безразственные тоже 5-10% населения. Остальные 80-90% будут поступать в зависимости от условий, в которые их поставили. Показательно, что в средние века, во время охоты на ведьм, доносчик получал все имущество ведьмы. В результате погибли 100 тысяч ни в чем не повинных женщин. Для средних веков – очень большое количество. Также показательно, что в 1937 году власти СССР сделали выгодным доносительство. И значительная часть населения страны стала доносчиками. Пострадали миллионы людей. Потом доносительство стало невыгодным, и те же люди перестали наносить. На основе анализа мировой истории, также современных проявлений разных форм организации производства и социальной жизни, но и было сделано заключение, что модель новой формации уже известна, и переход к ней можно сделать планомерным и безопасным. Основой стабильности и благосостояния нового общества будет массовый средний класс из работников артельно-кооперативной системы. При этом построение новой общественной системы надо начинать немедленно, тем более, что стратегии построения новой общественной экономической формации уже известны. Они охарактеризованы ниже. Исторический опыт показывает, что в мире были разработаны и опробированы разные модели общественной формации, полностью или частично удовлетворяющие указанным выше требованиям. Первый. Коллективная кооперативная модель в России, НЭП. На основе изучения книг ведущей в мире специалиста по кооперации Чиянова в 1923 году Лениным была написана статья о кооперации. Она дала начало весьма эффективной новой экономической политики НЭП России. В 1928 году кооперацией было охвачено 28 миллионов крестьян. На долю кооперативов приходилось более 50% сельскохозяйственной продукции и 70% сельскохозяйственного вышенастроения. Количество кооператив в Советской России, 29 тысяч, превышало их суммарное количество в мире. Успехи НЭПа были признаны в мире. Так, введенный в Советскую Россию золотой червонец был признан в мире весьма стабильной валютой, аналогично царскому золотому червонцу. Но в 1929 году НЭП по политическим мотивам был Сталином ликвидирован. Второе. Старательские артели в СССР и в России. Основоположником, идеологом и руководителем этого передового направления был Вадим Иванович Туманов. В 1956 году он организовал первую старательскую артель по добыче золота. За 45 лет старательскую отрасль, в которой трудилось 40 тысяч человек добыло 3000 тонн золота. Производительность труда в старательских артелах была в 5-6 и более раз выше, чем на государственных предприятиях. По свидетельству Туманова, человек принципиально положительно менялся, когда у него появлялся интерес к работе. Старательские артели Туманова показали также огромное преимущество при строительстве дорог. Так, взяв подряд на строительство участков 12 километров московской кольцевой автодороги, артельщики выполнили эту работу, запроектированную московскими строителями на год за 28 дней при высоком качестве дороги. Третье. Союз собственников-совладельцев Шухты, Дагестан. Организованный на месте колхоза в 1985 году Чартаевым, Союз собственников-совладельцев, шухты построен по принципам. Первое. Каждый гражданин является собственником результата своего труда. Второе. Все граждане являются совладельцами природных ресурсов по праву рождения. Третье. Каждый гражданин является собственником своей доли в общественном капитале. Организованный по этим принципам коллектив достиг выдающихся результатов. По данным Чартаева, производительность труда выросла в 64 раза. Поэтому уровень в жизни в нашем Союзе примерно на порядок выше, чем в среднем по стране. В нашем Союзе рождаемость в шесть раз превышает смертность. Четвертое. Наиболее успешные результаты в построении новых общественно-экономических социальных отношений, как убедительно показал Вадим Белоцерковский, достигнуты в крупной испанской федерации кооперативов «Мандрагон». 200 предприятий, 104 тысячи работников. Федерация производит бытовые электроприборы, лидеры в Испании, роботы, технику, горные экскаваторы, дорогие автобусы, другую продукцию. В федерацию входят также банки, народные кассы, консалдинговые и торговые фирмы, в том числе 300 кооперативных супермаркетов. Важным показателем работы «Мандрагон» является то, что федерация взяла на себя все социальные и образовательные функции. Так, федерация строит дома для своих сотрудников, сама осуществляет пенсионное обеспечение своих работников, образование вплоть до университетского, медицинское обслуживание, работу детских садов и другое. В федерации создан прикладной центр из трех институтов, а также страховые и финансовые учреждения. У федерации уникальны высокие показатели занятости и оплаты труда. За 44 года банкротство потерпели лишь три фирмы. Для сравнения, в США после первых пяти лет работы выживает лишь 20% фирм. В федерации нет коррупции. Как отмечает Вадим Белцерковский, федерация «Мандрагон» представляет собой маленькое государство в государстве, мини-государство будущего, нет только армии. Главные особенности работы в федерации «Мандрагон» – первое, кроме зарплаты работники получают свои доли от прибыли. Второе, прибыль предприятия делится между работниками и зачисляется на их личные счета в банке. Третье, с индивидуальных счетов работники получают проценты. Четвертое, полная демократия при решении вопросов предприятия. Один человек – один голос. При выходе на пенсию работник со своего счета в банке получает очень крупную сумму, обычную – миллионную. Новая рабочая касса банк имеет более 250 филиалов по всей Испании. Народная касса вместе с кооперативами финансирует создание учебных и научно-исследовательских заведений, строительство домов для работников, детских учреждений. Очень важно отметить, что в федерации нет посторонних инвесторов. Все инвестиции осуществляют народной кассой. Именно и поэтому вся прибыль делится только между работниками федерации. Научно-исследовательские учреждения. Федерация Мандрагон, созданный научно-исследовательский конструкторский институт, а также два научных кооператива. Учебное заведение. Федерация более 100 научных школ, которыми руководят совместно учителя и родители. Также имеется... Хорошо, значит, тогда я пускаю... Учебное заведение. Федерация более 100 научных начальных школ, которыми руководят совместно учителя и родители. Также имеется 14 колледжей, из которых 4 университетского уровня, специализирующиеся по инженерному образованию, по бизнесу, менеджменту, по социальным программам и педагогике. Решение социальных проблем. В социальном совете Мандрагона создана самостоятельность страховой и пенсионной компании. Организация управления предприятиями федерации. Управление предприятиями федерации осуществляется сугубо демократическим путем. Работники выбирают менеджеров всех уровней. Избираются и члены производственных советов, законодательно-контрольных органов. Работники выбирают на руководящую должность хорошо знакомых специалистов и могут своевременно отзывать руководителя вслух ей плохой работы. Причины высокой конкурентноспособности предприятий федерации. Главной причиной высокой конкурентноспособности федерации Мандрагон является то, что производительность труда в ней на 15-25% выше, чем на частных предприятиях. Это связано с тем, что в связи заинтересованности всех работников, повышение эффективности производства и, соответственно, прибыли предприятий и своего дохода, на предприятиях федерации отмечается высокая активность и инициативность работников. Важно подчеркнуть, что социально-экономическая система, организованная Федерацией Мандрагон, впервые в истории человечества создала необходимые благоприятные условия для того, чтобы быть нравственным было работнику выгодно, в том числе материально. Отсутствие коррупции. В Федерации Мандрагон коррупции отсутствует в связи с отсутствием бюрократического аппарата чиновников, собирающих дань с руководителей предприятий. Оптимальный разрыв в зарплатах работников. Зарплата руководителей предприятий в 5-7 раз выше, чем у рядового работника. У руководителей Федерации в 9 раз. Таким образом, в Федерации Мандрагон разрыв в зарплатах в 10 раз ниже, чем на частных предприятиях США, Германии и других развитых стран. Стратегия формирования и развития новой общественно-экономической формации. Первая. Стратегия эффективного общественного развития в новой общественно-экономической формации, которая наступит в 2015-2025 годах, должна включать государственную собственность в стратегических отраслях военной и другие, частную собственность и наиболее массовую артельно-кооперативную систему. Последняя должна создаваться на основе комплексирования опыта НЭПа, старательских артелей, союза собственных владельцев Шухты и Федерации Мандрагон. В новой общественной модели впервые в истории человечества у всех работников предприятия состоится и обеспечивается общий материальный интерес, что создаёт повышенную добросовестность, инициативность работников, солидарность в отношениях между ними. Новая форма организации предприятия позволит решить экономические и важнейшие социальные проблемы. Развитие массового среднего класса, уменьшение разрыва между богатыми и бедными, уничтожение коррупции, образование и медицины. Предлагается назвать новой общественно-экономической формацией солидаризм. Второе. Стратегия экологической и геологической безопасности. Как установленным новым и моим соавтором, доктором геологом нейрологических наук Беловым Сергеем Викторовичем, главной на 90% причиной эскалации природных катастроф, от которых пострадали уже 2 миллиарда человек, является нетехногенной деятельностью людей, как это общепринято в мире и отражено в Киотском и Монреальских протоколах, о ускорении и увеличении масштабов геологической активности земных недр. Мною разработан ряд мероприятий, которые позволят сохранить жизни всего населения в опасных геологических зонах, а также на порядке снизить экономический ущерб от катастроф. Подробно эта стратегия характеризована в моем специальном докладе 27 июля. Третье. Стратегия минерально-сырьевой безопасности, которая особенно важна для России, должна базироваться на разработанной мной принципиальной новой системе высокоточного количества прогноза месторождений. Эта система прогнозов в 10 раз повышает эффективность геологической отрасли и, следовательно, в столько же раз увеличивает минерально-сырьевую безопасность. Подробно эта новая система минерально-сырьевой безопасности охарактеризована в специальном докладе 27 июля. В заключении хочется еще раз подчеркнуть, что в грядущем переходе к новой формации в полной мере промедление смерти подобно. До 2015 года осталось совсем немного времени. Разразившийся финансовый кризис является началом того фундаментального мирового кризиса, смены общественно-экономических формаций, которые грянет с 2015 года. И если сейчас не начать срочную подготовку и массовое внедрение модели новой общественной формации, то переход к новой формации может произойти, как это было в истории, кровам и революционным путем. Я рад был бы ошибиться в этом страшном прогнозе, но достаточно точное подтверждение рассчитанного по той же формуле первого прогноза 1975 года о завершении социалистической формации в 1992-2002 годах свидетельствует о высокой вероятности подтверждений и второго расчета о завершении современной формации в 2015-2025 году. Таким образом, судьба живущего поколения и следующих поколений напрямую зависит от срочных усилий властей и населения по построению новой общественно-экономической формации. Закончить хочу цитатой из Дмитрия Ивановича Менделеева. «Артельно-кооперативный способ борьбы со злом капитализма считаю наиболее обещающим в будущем». Благодарю за внимание. У кого есть какие вопросы, накладчикам? Ну, добро уже не отдадут. Ну, пожалуйста. Погромче я плохо слушаю. Да-да-да. Сейчас он по-танскому скажет, и я вам переведу. Таким образом, Хармакс в его книге как-то написал, что есть три рода ценностей. Ценности от обмена, то есть цена, рабочая стоимость и ценности, полезности. Хармакс написал, что истинная ценность здесь полезна, но он написал ничего о ценности, полезности. Слабость марксистской теории экономики – это что, так как он не критиковал закон приноса и предложения Адам Смиттера, он не смог предложить, что такая социалистическая экономия. И если бы он написал о ценности, полезности, он написал бы, что такая социалистическая экономия. Это мой вопрос. Значит, он задает вопрос из Карла Маркса. Да. Карл Маркс определил три ценности, которые лежат в основе строительства, ну, общественного строя, скажем, социалистического строя. Это цена, стоимость, рабочая сила и полезность. Так вот, чем определяется полезность? Значит, полезность этой новой системы объясняется следующим. Точнее, критерий полезности. Значит, каждый работник, то есть вот предприятие, предприятие получает прибыль. И эта прибыль делится между всеми работниками. Дальше чистая пропорция. Чем больше прибыль получит предприятие, тем больше доли получает каждый конкретный работник. Поэтому у всего вот этого коллектива есть общий материальный интерес. Общий стимул, понятно, векторы есть. Да, общий материальный интерес. Это очень важно, чрезвычайно важно. Получается так, что... Про производство наркотиков. Подожди. Когда полезно для всего общества, в нынешней ситуации, владелец фирмы, он не отдаст. Даже если у него от всего объема вложения он получает 10%, а с новой формацией будет получать вся прибыль даже будет 15%, но она будет делиться так, что ему будет всего 5% от этого, он не отдаст. Значит, отвечаю, там нету какого владельца. Где там? Вот в этой системе... Нет, в этой системе. Сейчас-то система существует. Там нету частного владельца. Нет, это понятно. А что дело... Вот задается вопрос такой. Что делать сейчас? Ну вот я вот лично владею там огромным капиталом. Я же его не отдам. Значит, все финансирование производится своим банком, народной кассой. У них нет постоянных инвесторов. Она финансирует образование предприятий, развитие этих предприятий до того момента, когда они начинают получать прибыль. Обеспечивать все сами и отдавать все это. Из пустого кармана, короче. Да, то есть свой банк. Пожалуйста. Вот у нас на сегодняшний день в Европе, как бы сказать, просматривается кризис всей системы. Вот как вот эта система Мандрагон или, как сказать, на общий... Вот в Испании сейчас испанская экономика переживает весь... Ну, как вся Испания кризис. Получается, что вот эта система работает, да, которая маленькая, а вся Испания, короче, не работает. Или как вот это происходит? Поэтому они работают, что Испания не работает. Вот сейчас, общий кризис. Так вот от системы Мандрагон, вот такое впечатление. Сейчас работает, а вся Испания не работает. К сожалению, это так. Да, значит, это... Вот эта федерация, она занимает седьмое место в Испании. Но ее доля, в общем, так сказать, продукции Испания незначительная. Поэтому, к сожалению, вот так. Хотя Испанское правительство в какой-то мере пошло навстречу этой федерации Мандрагон, то есть, в частности, из-за того, что федерация сама забрала почти все, практически все социальные функции, то налоговая нагрузка на нее значительно ниже, чем на предприятия другие. Но, тем не менее, видимо, Испанское правительство все-таки не сделало чего-то необходимым, чтобы вот эта система, так сказать, развивалась... Расширялась. Да, развивалась более широко. То есть, и вот это как раз и послужило причиной... Ну, то есть, можно построить в отдельно взятой стране. Короче, Ватикан, это... Приблизительно. Еще какие вопросы есть? Пожалуйста. Еще такой вопрос. Вот в национальной библиотеке есть видеография, что было столько-то лет назад. То есть, история в прошлых лет отслеживается. Где-то в 22-м, 20-летнем году Енин уже был голен. К нему пригласили на консультацию Бектерева, Владимира Михайловича. Бектерев управлялся на бюджетах, в этой своей жизни. И после этого под подписью Енина был издан указ организовать артели с организацией, значит, оперативок по эксплуатации. Вопрос-то в чем? Да, в курсе ли вы, на какой путь пытались толкнуть многие страны сразу после революции? Все ясно, ясно. Значит, вопрос вот такой. Значит, в 22-м году Ленин был болен, тяжело. Его к нему пригласили Бектерева. Бектерев в этот период, как утверждают, значит, он, ну, как говорят, управлялся из-за рубежа. Так вот, после приезда Бектерева, Ленин издал указ, ну, в смысле, Ленин, правительство издало указ о создании артелей, как говорят, ну, формально, рогов и копыт, так, значит, ну, экспорта рогов и копыт из России, типа. Так вот, какие-нибудь у вас есть сведения о том, ну, куда хотели вот оттолкнуть Россию вот в Запад? Значит, куда не хотели толкнуть, может быть, хотели, но не успели. Дело в том, что буквально за 5-6 лет этот НЭП произвел такие колоссальные изменения в стране, что если 20 миллионов только крестьян уже участвовал в этих кооперативах, да, было создано 29 тысяч кооперативов, и благосостояние людей, производительность труда выросло настолько, что никуда уже бежать не было смысла. Ну, ясно. Вы знаете, пресса наша о истории показывает, что в 32-м началось массовое расслуживание дорожных составов, почти как у Бендера. То есть, в 32-м, а НЭП закрылся в 29-м. Ну, вот в эти же годы... Нет, но это не в эти же годы, это несколько другие годы. Это может следствие того, что закрылся НЭП. НЭП закрылся в 29-м году приказным путем, по политическим мотивам, вот, был разрушен Сталином. Совершенно... В 90-х воровство было получше. Да. Когда мы не поставили министров железнодорожного транспорта, там были... Ну, в общем, это результат того, что исчез НЭП. То есть, НЭП исчезла к артели. А еще вопрос. А вот... И НЭП в том числе. А вот то, что... НЭП исчез. Это повлияло так-то... Помогло провести индустерализацию? Или наоборот? Уменьшило возможности? Резко уменьшило все возможности. Я уже говорил о том, что 70% сельскохозяйственного машиностроения, сельскохозяйства, так сказать, развивалось, да? Было уже кооперативным. То есть, кооперация охватила и сельское хозяйство, и промышленность. А военные? А? А военные? Где? Военные, военные. Военные, я, честно говоря, не знаю. Но я уверен, что, так сказать, по всем направлениям, вот эта система НЭПа, она на порядок более эффективная, чем вот та, которая была до того. И Россия, ну, советская, так сказать, страна, упустилась колоссальную возможность, уникальную. А не есть ли... А могла ли вот эта система НЭПа помочь развитию тяжелого машиностроения и военного в результате того, что мы знаем, что строились планы уничтожения Советского Союза с помощью там ядерной... Нет, ну, это, это, ладно, это хотя бы... Вот вопрос в том, могла ли артельная система помочь в тяжелом машиностроении? Ну, конечно, могла. Безусловно, раз есть заинтересованность, раз есть система, раз есть финансирование, раз есть управление, не потому что... Вот. Причем, ведь в этой системе управления, вот на примере Мандрагона, идет не потому что там сват, брат или там еще кто-то, значит, его назначали. А они избирают. Коллектив сам избирает себе руководителя. Причем он знает, кого он избирает. Он знает, так сказать, его, так сказать, организованные и прочие другие, так сказать, способности. Ну, наверное, это не такой простой вопрос. Кстати, на примере тоже Испании, что вот, мол, это работает хорошо, они знают, и в то же время общая экономика вот в таком и 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 в таком. Да, там было помочь государству, правильно, совершенная государственная система. А в Испании нет такого, ну что сделаешь? Знаешь, и в власти Испании не соображали, не соображали. Ну ладно, наверное, вопросов больше нет, поблагодарим. Да, спасибо.